13.06 в Кирове на 101FM программа «Особое мнение». Меня зовут Юлия Афанасьева, и напротив меня сидит Владимир Сергеевич Сизов, ректор Вятского социально-экономического института. Владимир Сергеевич, добрый день. Добрый день. Я благодарю вас, что вы пришли. Я сейчас напомню, как можно с нами связаться. Во-первых, это сайт эхокирова.ру раздел анонсы, где можно писать вопросы нашим гостям. Можно писать вопросы в Твиттер по ходу программы. В мой личный, например, я стараюсь озвучивать вопросы наших слушателей. Пока есть вопросы только у меня, и с них я и начну. Вот, Владимир Сергеевич, вы недавно написали колонку про налог на имущество физических лиц, и вот в частности вы пишете в колонке, что он не является социально справедливым. Вот объясните, пожалуйста, вашу логику. Ну, логика такая, что налоги должны браться с доходов граждан. Тогда они социально справедливые. Конечно, во всем мире налоги берутся по-разному. Мы можем вспомнить, потому что в истории нашего даже государства российского, когда налоги брали в том числе с ношения бороды, я бы, наверное, сейчас этот налог стал бы платить. И есть налоги, да, не очень, так сказать, справедливые. И я отношу налог именно не вообще на имущество, на недвижимое, а именно на единственное жилье граждан. Это не справедливый налог, потому что, чтобы приобрести это жилье людям, порою десятки лет приходится трудиться. И мы вспомним сейчас ипотеку, на 20 лет берут ипотеку, то есть они выплачивают, переплачивают. И потом, после того, как они, в конце концов, долгожданную крюшную голову обрели, вернее, рассчитались за нее, да, они должны еще всю жизнь платить за нее какие-то деньги. Ну, это разве справедливо? Вот вы покупаете какую-то вещь в магазине, вы ее приобрели, и все, на этом, так сказать... Закончились ваши, несмотря на то, что это может быть и вещь длительного использования, такое, как телевизор или холодильник, но вы же не платите налог каждый год за нее. Я уж не говорю про налоги на юридические лица, потому что там другая история, и не буду оспаривать, хотя там тоже очень странно, когда, допустим, если 2% налог установят на недвижимость, то есть получается, что предприниматели, которые выстроили, ну, пусть торговый центр, они должны будут через 50 лет, собственно, снова за него заплатить деньги просто так, даже ничего, так сказать, не выстраивая. Но эти предприниматели зарабатывают на таком цели, да. Но эти предприниматели хотя бы зарабатывают, но там, да, тоже вопросов много, потому что если бы это был единственный налог, который мы платим, вопросов бы не было. Но ведь мы еще массу других налогов платим, то есть можно как-то, может быть, все-таки скорректировать и платить только с того, что приносит доход. А если доход не приносит, и мы еще платим со своей зарплаты, налоги, массу других сборов. С квартирой, с машиной. Мы ввели еще на капремонт, это тоже, по сути, налог, потому что он обязательно платеж и совершенно, это именно налог, потому что если бы это было, ну, платеж обязательно, если бы это было именно оказание услуги, то по законодательству сначала должна быть услуга оказана, а потом уже денежки просить. А нам предлагают заплатить за услугу, которая может быть оказана лет через 30. А буду я там жить через 30. А может быть не оказана. Да, сейчас уже такие вот разговоры в Думе идут, обсуждается. Наверное, вы знаете, есть предложение, что если там износ жилья свыше 70%, то вроде как бы и не оказывать услугу. Ну, просто мы живем в России, и в нашей стране неизвестно, что будет завтра, а послезавтра тем более. Поэтому речь, собственно говоря, я не призываю отменить, отказать и так далее. Я пока призываю задуматься и, в общем-то, так сказать, эту тему, может быть, начать каким-то образом будировать. Ну, собственно, задуматься-то должны депутаты ОЗС, в полномочия которых входит свести этот налог к нулю, потому что налог, насколько я понимаю, местный. Ну, скажем так, он установлен налоговым кодексом Российской Федерации, поэтому здесь на уровне страны он может быть отменен, тогда нашим депутатам не думать не придется. Другой вопрос, что наши депутаты могут сделать его максимальным, там, до 0,3%, может быть, или сделать нулевым. Это тоже в их воле и их право. И поэтому, в общем-то, можно, это своего рода такой индикатор социальной ориентированности наших депутатов. Ну, вот смотрите, если по большому счету это все понимают, да, в принципе, логика увеличения налогов, сборов и так далее понятна. То есть нужно наполнять дефицитный бюджет. Он может уменьшиться, если увеличивать налоги. Это тоже в истории экономики известно. Стоит ли оно того? Логика у наших законодателей очень странная. Они постоянно призывают, ну, это же немного. Вот мы там увеличили чуть-чуть, ну, что такое-то? Это же небольшие деньги. Да, но, знаете, как говорится, копеечка-копеечка, рублик к рублику, миллионы складываются. Поэтому, когда мы в общем картинки посмотрим, то сумма-то достаточно значительная. И это однозначно приведет к тому, что будет, во-первых, уменьшаться число покупок жилья, то есть приобретения жилья. Следовательно, уменьшится строительство жилья, который без того, в общем-то, у нас пока еще не решена проблема жилищная. Мало того, поскольку у нас снова стала снижаться рождаемость, если вы знаете, то есть по прошлому году, скорее всего, она и будет продолжать снижаться, потому что для того, чтобы где-то размещать детей в нормальных условиях, в общем-то, нужны площади. И здесь каждая копеечка, она, в общем-то, имеет вес. И если бы, как раньше платили, так сказать, от стоимости, а сейчас от кадастровой стоимости, она приближена к рыночной стоимости, получается, что те, кто каким-то образом, может быть, по наследству, может быть, когда-то он выстроился на окраине, это стало центром города, и вдруг его квартира, которой он думал всегда, что она дешевая и никому не нужная, кроме него самого, она стала золотой, и он должен с этого платить налог. И довольно большой. У меня есть друг, правда, не здесь, в Москве, он, скажем, живет не в центре далеко Москвы, но не самый плохой район. Ему уже выставили там налог, обозначили, сколько он должен будет заплатить, рассчитали. 50 раз больше, чем он платит сейчас. И он так как бы задумался, что это, это пытается выселить там куда-то на окраину или замкать, и, ну, хотя он неплохо зарабатывает, но это существенно для его бюджета, для, он на эти деньги мог бы что-то другое сделать. Ну, в принципе, там в эпоху экономической нестабильности каждый рубль, по большому счету, существенен, да, потому что вы правильно сказали рубль к рублю. Ну, хорошо, вот российский экономист Игорь Николаев анализирует бюджет федеральный, и он в своей колонке тоже приходит к выводу, что федеральному бюджету до социальной ориентированности, мягко говоря, далеко, потому что в 2016 году социальные выплаты, например, пенсии, будут увеличены один раз и на 4%, Материнские капиталы индексировать не будут. По вашему мнению, как это скажется на экономике и ради чего это делается? Делается это ради экономии бюджета. То есть пресловутая экономия бюджета. Почему пресловутая? Реально, если пенсионеров не будут датировать пенсии, хотя бы, так сказать, на тот уровень, который официально заявляется, хотя мы понимаем, что уровень инфляции гораздо выше, заявляемого, во всяком случае, продуктовой инфляции, это точно, то, конечно, экономия будет миллиардная. То есть достаточно существенная экономия бюджета будет. Экономической выгоды здесь, конечно, не будет, потому что от экономии, какую мы здесь экономическую эффективность можем получить, то есть прироста не будет. Но просто получается, что экономим-то на людях. Ну скажите, на чем можно еще сэкономить? Я не говорю, что это правильно. Я здесь понимаю логику, что самые большие расходы, это расходы пенсионной системы, поэтому на ней и пытаются сэкономить. После пенсионной системы у нас очень большие расходы военные. Их, кстати, увеличили, больше 100 миллиардов, если я правильно помню. И содержание МВД и других служб безопасности, они превышают, допустим, те же расходы по образованию, просто в разы, если вместе, так сказать, сожить, в десятки раз. Поэтому говорить о какой-то социальной направленности бюджета не приходится. Ну, связывают это с тем, что сейчас вот страна оказалась окружена в кольце врагов везде, врагов еще. Но ведь это ведь тоже ситуация, значит, у нас такая дипломатия плохая, что мы себя загнали в угол и со всеми нас окружают враги. Такого не бывает в нормальном государстве, чтобы окружали только враги. Ну, пусть не друзья, но какие-то союзники должны быть. А вот по поводу увеличения расходов на оборону, вот мы что, к войне готовимся? Всякое может быть. В общем-то война идет, может быть, не масштабная, но она идет постоянно. Я даже не могу назвать период в истории России или СССР, когда не было какой-то войны. Были войны всегда. И войны, во-первых, есть и реальные, материальные такие войны, как сейчас Сирия идет, допустим. Есть не очень понятные, но тоже материальные, вполне ощутимые войны, как на Донбассе. А есть информационно-экономические войны, которые ущерб наносят гораздо больше, чем реальное оружие. И, в общем-то, нужны специальные средства, чтобы их ввести. А вы телевизор смотрите? Редко. На интернет смотрю постоянно. Можно ваше мнение по поводу информационной войны? Вот как вы считаете, мы в этой войне, наверное, по сравнению с Западом, выигрываем, проигрываем на равных? Давайте определимся, у кого мы выигрываем или кому мы проигрываем. Вот тогда я смогу сказать. Наверное, в умах россиян. В умах россиян мы выигрываем. Но не мы, вернее, а правительство. Потому что, судя по опросам и поддержке той политики, которая проводится, то большинство россиян ее поддерживает. Значит, правительство в этом отношении выигрывает. Но судя по тому, как относятся к нам другие страны мира, на международном уровне мы однозначно информационную войну проигрываем. Мы эту войну, насколько я понимаю, ведем в основном внутри страны. Нет, почему? Война ведется всегда против кого-то. Нет, нет, нет. Здесь не заблуждайтесь. Она на международном уровне ведется постоянно. Везде и всегда велась. Сейчас просто другие средства ведения войны. Ну, хорошо. Давайте про умы россиян поговорим. У меня все равно эта тема есть в списке вопросов. Вопросов это свежее исследование в ЦИОМа. Оно вот как раз зафиксировало изменение социального настроения россиян. И речь идет о так называемом снижении индекса социальных настроений относительно положения дел в стране. Этот показатель с мая опустился на 15 пунктов и сегодня составляет 58 пунктов. При этом ситуацию в своей жизни соотечественники оценивают более оптимистично. То есть в стране все хуже, но насчет своей жизни мы остаемся оптимистами. Вот как вы это объясните? Ну, это объясняется, в общем-то, психологией людей. Так люди устроены, иначе им не выжить. Если природа так устроила нас, что мы были только пессимистами, и пессимисты погибают первыми. Поэтому пока у людей есть оптимизм, то они выживают. Это повышает выживаемость человека в принципе. И вообще человек очень быстро адаптируется. Такое существо, которое способно адаптироваться. Мы уже не помним те ощущения, которые у нас были, скажем, год назад. Хотя реально мы тогда жили лучше. Но мы сейчас живем, живем. И вроде бы нормально все. Но давайте вспомним, когда в 19 веке произошло освобождение крестьян, и они могли уйти, собственно, от своего барина. Многие не хотели уходить. А зачем? Они привыкли. Привычка – это очень мощная вещь. И когда мы говорим, ну вот будет лучше и так далее. Люди, вот еще неизвестно, как там было лучше. Так-то мы вроде бы тут рабы, но все понятно. То есть такие отношения нам понятны. Люди боятся неизвестности. Да, они видят, что вроде бы хуже в стране, но сами они вроде живы, здоровы, и слава богу. То есть у меня не так плохо, как у соседа, и слава богу. Ну, не знаю. То есть я думаю, что это именно в большей степени ответ, что у меня все хорошо, играет чисто психология человека. Здесь надо, наверное, специалистов по психологии таких пригласить. Ну вот, я думаю, что так. Ну хорошо, ладно. У меня есть еще другие цифры. Почти треть респондентов оценивают свою жизненную ситуацию на хорошо и отлично. Ну, собственно, вот о чем мы говорим. 57% чувствуют себя нормально, и каждый десятый – плохо или ужасно. А где же кризис в результатах опроса? Если у всех все хорошо, ну, у половины – нормально. Как-то вы сравниваете разные вещи. Это как сравнивать, допустим, красное с зеленым и воду со льдом. То есть это вещи несравнимые. Одно дело, как себя человек чувствует, а другое дело, что такое экономический кризис. Кризис – это падение производства, инфляция. Нет, ну логично, что экономический кризис на каждом человеке в той или иной степени отражается. Отражается, конечно. Но возьмем людей, которые живут где-то в Африке, а вы думаете, что они там несчастные и так далее. Да один, вот, один, наверное, из счастливых народов, у меня друг есть, который в Конго долго работал, он говорит, ну, просто они самые счастливые. Я, говорит, не видел людей счастливее, хотя они настолько бедные. Поэтому кризис экономический, материальный, и кризис духовный или душевный, они разные кризисы. Одно человеческое, а другое материальное. Хорошо. Вот последняя цифра. 48% опрошенных сказали, что самое страшное еще впереди. Ну, они, конечно, правы. Я тоже так считаю. Что еще у нас мы не на подъеме, пока еще опускаемся. А самое страшное, вот это что? А когда кушать нечего, вот, некоторым. Вот я думаю, что те 10%, которые все-таки заявили, что им плохо, наверное, уже у них реальные материальные проблемы, связанные с тем, что они недоедают, с тем, что им нечем платить за ипотеку. Ну, допустим, да, то есть какие-то возникли преследования, возможно, по поводу, так сказать, их долгов. То есть вполне вероятно, что это вот эти 10%. И эта доля будет расширяться. А когда, по вашему мнению, это самое-самое страшное наступит? Ну, самое-самое страшное, я не знаю, когда я думаю, что декабрь, например, будет хуже, чем сейчас. Это точно. А когда вот самое страшное наступит, это мы будем знать только тогда, когда начнется улучшение. Вот когда улучшения начнутся, мы сможем сказать, да, вот предыдущий месяц или предыдущий квартал был самым страшным. Вот экономист этот же Игорь Николаев, прогнозируя продолжительность кризиса, сказал, что, скорее всего, он продлится 4-5 лет, так как он связывает этот кризис со структурными несоответствиями в экономике. Вот вы как считаете, сколько продлится? Я считаю, что никто не может прогнозировать на такие достаточно длительные периоды именно кризис. Он может продлиться меньше, он может продлиться дальше. Но он прав в том, что одна из причин кризиса – это несоответствие структуры нашей экономики, ее, в общем-то, потребностям. Но дело в том, что об этом несоответствие знали и 10 лет назад, и 20 лет назад. И в свое время наш бывший президент призывал к модернизации экономики. Что такое модернизация экономики? Чего он призывал? Он, собственно, призывал к тому, чтобы структуру экономики изменить. Но потом цены на нефть выросли и про модернизацию тихо, спокойно забыли. А сейчас я за публикациями научными слежу, снова начинают говорить, что снова давайте модернизировать. Поэтому вдруг завтра цены, ну, предположим, завтра, не завтра, через месяц, на нефть подскочат. Вполне возможно, что все забудут про кризис и про то, что надо экономику менять, ее структуру. Давайте еще про промпарки с вами поговорим. У нас до перерыва осталось 6 минут. Владимир Сергеевич, на этой неделе бизнес-новости напечатали интервью с исполняющей обязанности директора корпорации развития Кировской области Ольгой Меньшиковой. С ней много говорили о промпарках в целом и про Игроград в частности. Вот сейчас в Игроград заявилось 7 резидентов. Трое из них уже разворачивают свои мощности на площадях промпарка. Как вы считаете, кризис – это время для развития промпарков? Они будут пользоваться сейчас повышенным спросом или наоборот? Надо тоже, наверное, для людей понять, что такое промпарк, который сейчас активно пропагандирует, делают индустриальные парки, промпарки, технопарки. По-разному называют, они немножко отличаются друг от друга. Я бы так сравнил. Вот есть магазины, в которых вы ходили раньше наши бабушки и дедушки, вы, может быть, детстве, около дома небольшие магазинчики. А есть гипермаркеты, в которых все-все-все, и за счет, так сказать, логистики, за счет инфраструктуры и, так сказать, уменьшения расходов на рекламу, достаточно удобно и выгоднее торговать вот в этих гипермаркетах. Там много же людей идет, потому что оборачивание средств там, конечно, выше, чем, допустим, в каких-то небольших магазинах. Вот эти индустриальные площадки, они представляют примерно то же самое, что гипермаркеты, только в сфере производства. Понятно, да? Поэтому, чтобы вот говорить о том, выгодное, в принципе, это хорошо. В принципе, то есть, опять-таки, если взять теоретически и стратегически. Но говорить о том, что вот сейчас эти промпарки, которых у нас два запущены, один в стадии разработки, и два, непонятно еще там, в какой стадии, так сказать, перспективные. Так, а какие промпарки у нас запущены? Вы имеете в виду Игроград, Ивятские поляны? Игроград, Ивятские поляны, конечно. Вот Слободино, я понимаю, там еще... Пока в стадии проектирования, насколько я понимаю. Пока еще очень много работ, да. А то, что делается в Лузе и Белой Холонице, если я не ошибаюсь, там, в общем-то, это пока нельзя назвать промпарком, но подписано, что они будут, в общем-то, развиваться. Нет, ну просто, а почему такой бум случился на промпарке? Ну, я же вам объяснил. Вот я только что объяснил на примере магазинов, потому что это на самом деле выгодно. То есть вот это производство, оно, когда заведено на такие площадки, особенно небольшие производства, когда большое производство, там смысла нет, большой завод устроить. Но, понимаете, вот этот вот Игроград, тот же, тот же, Вятские поляны, они по объемам, каждая из этих площадок, они меньше, чем один какой-нибудь наш завод, крупный или даже средний завод, кировский завод. Поэтому не надо из них делать, что они прямо вот вытянут нас сейчас, как из болота завод, чтобы промпарки были реальной силой в Кировской области, которые будут давать хорошие доходы в бюджет и так далее. И должно в тысячу раз быть больше, в тысячу, даже не в десять, не в сто. Вот тогда да, тогда промпарки станут ведущей силой Кировской области. А это реально четыре тысячи промпарков в Кировской области? Ну, завтра нереально. Через десять лет, я думаю, что могут быть сотни, сто, допустим, или сколько-то больше. А через двадцать, тридцать лет, может быть, и тысячи и больше. Ну, хорошо, вот сейчас... Когда-то живет у нас в Кирове, тоже был один... Один магазин, я поняла. Сейчас очень много супермаркетов. И много супермаркетов, и ничего, вот их работают. Сейчас одной из задач корпорации развития Кировской области является привлечение инвесторов из других регионов. Вот чем мы можем быть интересны другим регионам? И можем ли вообще? Вообще, это очень трудная задача привлечь из других регионов инвесторов. Инвесторам мы можем быть интересны только двумя вещами. Во-первых, и первая, а не вторая как раз, первая вещь, это он должен быть совершенно точно уверен, что те вложения, которые он сделает, они даже в случае каких-то проблем обязательно вернутся. Обязательно вернутся. Потому что, когда говорят, что мы можем привлечь за счет снижения налогов и так далее. Ну, во-первых, у региона не такие большие возможности для снижения налоговой базы. Они, конечно, есть, но немного. И, скажем так, условия, которые промпарки других регионов, и не только у нас, если только мы, в Кирове делали эти промпарки, делают. Во многих регионах условия более лучшие, чем в нашем регионе. Поэтому за счет условий очень трудно привлечь инвесторов. И сейчас за инвесторов все регионы борются, все поднимают условия. Поэтому мы должны предложить нечто такое, чего действительно нет в других регионах. И здесь, ну, вот... Ну, а что это может быть? Ну, и, говорю, это какие-то очень жесткие гарантии. Очень жесткие гарантии того, что, во-первых, никто их инвестиций не присвоит, не рейдерский захват, не совершит и так далее. Но вот каких-то чисто экономических моментов, которые есть в Кировской области и которых и в других областях, я не нахожу. То есть нам очень трудно здесь конкурировать. Мы точно не станем локомотивом, так сказать, российским. А вторая вещь? Один сказал про снижение налогов. А, снижение налогов, это и было второе. Хорошо, я предлагаю на этом прерваться. Я напомню, что это особое мнение ректора Вятского социально-экономического института Владимира Сизова. Сейчас мы уйдем на рекламу и очень скоро вернемся. Особое мнение на 101 ТШ. Мы возвращаемся в эфир. Меня все так же зовут Юлия Афанасьева. Напротив меня все так же сидит ректор Вятского социально-экономического института Владимир Сизов. И мы продолжаем, и продолжаем мы про закон о банкротстве физических лиц. С 1 октября он вступил в силу. Очень многие эксперты его ждали, объясняя, что этот закон, он такой прогрессивный, он нам необходим. Вот как вы считаете? Ну, скажем так, я, конечно, слышал о принятии, и так основные моменты его знаю. Не могу пока судить как эксперт, честно говоря. Но в целом он вызывает в том числе и некоторые опасения. Потому что те плюсы, о которых, в общем-то, говорится, что человек сможет заявиться банкротом, и в этом случае у него там не будет отобрано жилье, еще что-то. Ну, в основном, единственное, жилье и так не обижается, он будет поменять нам более худшее. А все остальное вызывает некоторое подозрение, потому что я сразу вспоминаю конец 90-х годов и, так сказать, банкротство предприятий. Тогда же банкротили предприятия во многом специально. А можно было банкротить, если там долг предприятия составлял вообще какие-то мизерные суммы, но по тем временам на 50 тысяч, допустим, рублей. И уже, значит, контрагент какой-то мог заявить в суд на банкротство. И предприятия многомиллионные распродавали за копейки. То есть, понятно, что все это было организовано, так сказать, преступными элементами, но по закону. Фор в законе. То есть, ничего не сделаешь. То есть, закон допускал возможность вот таких махинаций. Ну, как Вы написали, да, в своей колонке. Есть по справедливости, а есть по закону. Да. И сейчас, в общем-то, ситуация может быть аналогичной. Потому что имущество гражданина, скажем так, берут в долг и крупные деньги какие-то. Не самые, наверное, бедные люди. Им просто их не дадут в долг. Потому что все равно банки смотрят, что у тебя за душой есть поручители, в конце концов. Да. Если человек обидает банкротом, почему-то все думают, что кто-то побежит. Я, насколько знаю, никто особо-то не бежит еще, хотя закон уже скоро как месяц принят. Скорее всего, все-таки предполагают, что смогут подавать те, кому должен, так сказать, кредиторы подавать. Да, кредиторы, да. Вы сейчас об этом говорите. Кредиторы, да. Могут подавать на банкротство. А в этом случае имущество гражданина может быть за бесценок продано. То есть в десятки раз меньше, чем оно стоит на самом деле. И вполне возможны, опять-таки, схемы махинаций, когда человека будут специально банкротить. Вот этого я опасаюсь. А в целом, конечно, да, наверное, закон нужен такой и так далее. Но я не увидел, что в нем предусмотрены механизмы, которые обезопасят граждан от таких бандитских схем завладения их имуществом. По закону причем. Я вот еще хотела спросить про минимальный размер задолженности, которая позволит признать физическое лицо банкротом. Вот для физлиц это 500 тысяч. Для сравнения, для юрлиц это 300 тысяч. Логику видите? Вот я смотрел эти тоже цифры и, честно говоря, как вместе с вами удивлялся, почему. То есть очень странно. На самом деле, вот если штрафы за аналогичное нарушение, то физическим лицам обычно в несколько раз меньше штраф придется. До 10 раз. Если физическое лицо, что-то нарушено, может быть там 5 тысяч. Если юридическое, 50 тысяч. За то же самое. А здесь как-то меньше. Очень странно. То есть я не понимаю логики. Не могу ответить на этот вопрос. А как насчет логики в вопросе объединения вузов? Ой. Что вы так вздыхаете? Так все спрашивают об этом. Ну, моя позиция известна. Я считаю, что вот это не совсем логично, то, как сейчас это делается. Я не говорю о том, что это вообще невозможно или ненужно, или недопустимо. Это возможно, это допустимо. Но вопрос в том, как, где, какими способами и так далее. То есть надо сначала выяснять, какие это вузы, может быть, исследуют. Также речь идет об оптимизации. Надо выяснить, то есть каким способом данный вуз лучше всего оптимизировать. Надо его объединять с кем-то или не надо его объединять с кем-то. Вы, может быть, не в курсе, но совершенно вчера, по-моему, позавчера премьер-министр, только Голодец, проводила совещание, на котором как раз анализировалась ситуация с вузами, как они, значит, себя там в рейтингах чувствуют, в мировых и так далее. В результате, что она объявила? Новый стратегический курс о том, что сейчас, значит, стратегия уже, наша политика высшего образования будет нацелена на поддержку именно не региональных, как вы говорили, опорных, многопрофильных вузов, а именно профильных вузов, потому что там... Узкоспециализированных. Узкоспециализированных, потому что именно там Россия показывает наилучшие результаты. А что мы сейчас делаем? То есть до этого мы говорили не оцепоко, давайте... Объединяем гуманитария с технарями. Это ведь не только у нас, это по всей стране происходит. Значит, скоро, вполне возможно, пойдет другой тренд, и будем разъединять. Ну, понимаете, объединяя, разъединяя, это же все-таки люди, не просто какие-то винтики. Люди здесь будут как-то выпадать из этого механизма. Кто-то уже уехал. К прошлому году очень много специалистов. Вы имеете в виду преподавателей? Это преподаватели в вузе, это всегда ученые. Всегда ученые. И очень много молодых, особенно ученых, не остаются в России, а уезжают. Потому что они не видят перспективу для себя. И не только заработок. Почему-то все думают, что обязательно заработок держат. Но далеко деньги не являются главным определяющим. Иногда, в общем-то, и возможность реализовать себя, как ученого, как преподавателя, в конце концов. А как у нас реализуешь? А за границей создаются все условия для этого. И люди туда едут, уезжают, талантливые ребята. А мы когда то объединяем, то разъединяем, то требуем отчетов, массу. Вы просто не представляете, замучили всех преподавателей. И нас эти отчеты с составлянием доказывают постоянно, что что-то там делаешь. А когда же, в какое же время быть ученым, если все время писать отчеты? Нет возможности быть ученым сейчас. То есть ты или ученый, или преподаватель. Вот так организована сейчас система, что у нас, в России, невозможно одновременно быть хорошим ученым, хорошим преподавателем. Либо ты хороший преподаватель, плохой ученый. Либо ты хороший ученый, плохой преподаватель. Нет времени, чтобы все это сделать. А вот смотрите, вы сказали в начале об оптимизации. ПЕТ и Политех – два крупных самостоятельных успешных вуза. Возможно ли в принципе оптимизация при объединении двух настолько крупных университетов? Она возможна, но ее надо проводить другим способом, не тем, который был предложен министерством образования. Там же идет способ присоединения, скажем так, по-старому, Большево-Пет университета, по-старому названию, к Политехническому университету. И это, ну, как бы, такой бестолковый, честно говоря, способ-то, потому что, вот, Олег Смолин, депутат Госдумы, он говорил, если связать 10 зайцев, то, извините, слон не получится. Если там связать 10 торпедных катеров вместе, то тоже линкольм не получится. Вот, а мы тут связываем. Если уж делать было оптимизацию, надо было на базе этих вузов создавать принципиально новый университет. Новый университет. А он бы сохранил традиции и педагогическое университет, и все-таки 100-летние традиции, и лучшее качество, так сказать, я скажу, гуманитарного государственного университета. Все это можно делать, но если, значит, будут обращения, может быть, и подскажу, как это можно сделать. А давайте я к вам сейчас обращусь. Ну, вы же не ректор вуза. А чем я хуже? Я думаю, что мы поговорим, если была такая заинтересованность. Владимир Сергеевич, а на студентах отразится на качестве образования? На качестве образования уже отражается, потому что, еще раз говорю, в вузах работают не винтикеты, не механизмы. Это все-таки люди. И когда у людей нет уверенности в завтрашнем дне, когда они постоянно ощущают дискомфорт, вы думаете, что они могут творчески отдавать себя, так сказать, студентам? Нет. И я, насколько знаю, уже там, и в том, и в другом, есть, так сказать, бардачные какие-то ситуации, когда назначаются одни занятия, преподаватель не приходит, или преподаватель приходит, а студент не знает, что у него занятия. То есть, уже начинается это. И я уже когда-то говорил, что так вот лихорадить будет, как минимум, лет пять, не меньше. На основе чего? На основе того, что уже объединения такие начались пять лет назад. И до сих пор еще, ну вот, единицы. Есть вузы, которые успешно объединились и работают. Но в большинстве случаев их лихорадит. Ничего хорошего из этого нет. Мне большинство ректоров говорят, что это объединение не принесло желаемых результатов. Ну, давайте последим за ситуацией, посмотрим, как это получится у нас. У нас осталось с вами до конца эфира три минуты. И я хочу вот еще один небольшой вопрос вам задать. Наши федеральные законодатели, депутаты Госдумы выступили вот с какой инициативой. Мужчин в возрасте от 18 до 45 лет, впервые в жизни совершивших преступления небольшой и средней тяжести, отправляет не в колонию, а в армию. Как вы относитесь к такой инициативе? Ну, как и многие инициативы в Государственной Думе, не знаете, какие-то глупые бывают иногда. Надеюсь, что она не пройдет. Потому что тогда усилия и потраченные миллиарды, наверное, рублей на какой-то более-менее положительный образ российской армии будут потрачены впустую. То есть армия снова будет демонизироваться, потому что, ну, это как бы колония для преступников, но только не для закоренелых, а для таких, для начинающих преступников. А как же перевоспитание? Вот законодатели, авторы, да, объясняют, что это все ради перевоспитания. То есть одно дело, если человек попадет в колонию, и нормальным человеком он уже оттуда вряд ли вернется, очень низкая вероятность, да, а из армии, наоборот, вернется перевоспитавшимся. Потому что в армии служат воспитатели, так сказать, кандидаты педагогических наук, и они только и занимаются, что воспитывают. Серьезно так считаете? Ну, я служил в армии, я знаю то, что там происходит, происходило. Армия это, может быть, и школа жизни, но именно во всех неприглядностях этой жизни. Я пришел туда в розовых очках, романтиком, и вышел, в общем-то, понимающим, какова жизнь на самом деле. Поэтому она хорошему не научит. Армия не научит хорошему? Нет, конечно. Для этого там должны работать какие-то идеальные полковники, майоры, которые только думают о светлом будущем нашей Родины и занимаются, только, так сказать, пишут статьи о воспитательной роли Советской Армии. Они там немножко другим занимаются. Армия, она все-таки призвана защищать Отечество, а не перевоспитывать преступников. То есть лучше все-таки в колонию, чем в армию? Лучше их оштрафовать и отдать на поруки для начала. И пусть живут дальше. Ну, для кого-то первое обращение, так сказать, в суд, этого достаточно, чтобы на всю жизнь перестать думать о том, что хватило. Хватило, да, этого опыта. Если повторно, тогда другое, да, тогда может быть и колония. Но для первого раза я бы, так сказать... Не туда, не туда. Не туда, да. Спасибо, Владимир Сергеевич, за Ваше особое мнение. Я напомню, что это был Владимир Сизов, ректор Вятского социально-экономического института, и его особое мнение. Я благодарю Вас за эфир. Спасибо. Спасибо. Эфир для Вас вела Юлия Афанасьева. Всего доброго и до свидания.